Друзья, наступила зима и, казалось бы, у нас появились новые возможности по съемке различных дополнительных сюжетов. Ведь на землю выпал снег, а это, согласитесь, уже необычно и позволяет нам переносить на наше изображение дополнительные объекты, дополнительные цвета. Но, как мы знаем, в фотографии главное свет, ведь если не будет света, то и не будет никакого цвета. И, фотографируя зимой, мы очень часто сталкиваемся с вами с ситуацией, когда небо затянуто снежными тучами, света практически нет. И, как бы мы ни старались, чего бы мы ни делали, наши фотографии получаются плоскими, бесцветными и вообще непонятно какими. Многие фотографы нашли выход из этого положения, делая черно-белые зимние фотографии. И да, конечно же, это определенный выход из сложившейся ситуации. Но что, если мы с вами пойдем немного дальше и не будем делать контрастную черно-белую зимнюю фотографию? А что, если мы добавим немного такой серой-синевы, которая по классификации синего цвета называется китайский синий цвет? Что вы скажете об этом? Мне кажется, очень даже неплохо. Смотрится вполне оригинально. И такая фотография уже заиграла новым цветом, новыми красками. Несмотря на то, что на ней, да, нету света и практически нет никакого цвета. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджио. Если у вас нет подобных изображений, вы сможете скачать под видео мои и обработать фотографии вместе со мной. Не забывай, что в моем инстаграм тебя в подарок ждут пресеты. Переходи, подписывайся и следи за новостями. Ну, а мы не будем терять времени и приступим к обработке фотографии, которые, кстати, сняты в горах Розы Хутор. И еще раз напомню, что все необходимые ссылки в описании к этому видео. И приступаем. Поехали. Итак, друзья, вот перед нами эта фотография. Согласитесь, зрелище не для слабонервных. Но мы сейчас это дело поправим. Давайте мы сразу с вами повысим посильнее экспозицию. Сделаем фотографию поярче. Пожалуй, я остановлюсь на таком значении. 1,72. Это, конечно же, слишком ярко. Но мы сейчас будем работать над текстурой и вернем объем этому изображению. Итак, экспозиция на плюс 1,72. Итак, добавим контрастности. Ну, тоже, пожалуй, посильнее. Я думаю, что где-то на плюс 32 я, пожалуй, остановлюсь. Картинка уже стала сочнее и слегка поинтереснее. Но снег на моем изображении засвеченный. И для того, чтобы нам вернуть информацию о светлых участках, давайте мы светлые области полностью уберем в минус 100. Белые я тоже слегка понижу, где-то до уровня минус 18. Черную веду влево. Где-то, пожалуй, на значение 30. А в тенях информацию я немного добавлю. И остановлюсь на значении, пожалуй, 75. Дальше мы с вами добавляем текстурки. Я думаю, что где-то это должно быть плюс 20. Нам не нужно добавить шум. Мы добавляем текстуру. Поэтому следите, если на ваших фотографиях вылазит шум. Слегка понизьте этот ползунок. Сделайте его, к примеру, 5 или 7. Все зависит от конкретного изображения. При этом мы слегка добавим четкости. Я где-то думаю, что 5 или даже 7 будет достаточно. Давайте мы немножко удалим дымку. Значение плюс 5. Теперь давайте добавим немного насыщенности на наше изображение. Ну, красочность я сделаю где-то посильнее на плюс 10. И добавлю немножко насыщенности. Ну, буквально на значение 5-6. И моя фотография заиграла красками. Далее, друзья, перейдем с вами в панель HSL. И давайте поработаем с цветом, который у нас есть на фотографии. Когда на вашем изображении мелкие детали, как у меня, то фотографию можно увеличивать и непосредственно работать с более крупным объектом. Итак, например, синий цвет. Давайте мы немного убавим его насыщенность. Пожалуй, 45. И теперь я поработаю с тональностью. Сделаю более его такой аквамариновый. Наверное, где-то минус 30 будет достаточно. Давайте мы красный цвет сделаем более теплый. Прям посильнее. Уведем в сторону оранжевых оттенков. Где-то 55-56, я, наверное, думаю, будет достаточно. Значение 55. Мой красный цвет стал такой оранжевый. От холодных оттенков я его перевел к такому огненному цвету. Потому что на холодной фотографии обязательно должны присутствовать, как мне кажется, как я считаю, это горячие яркие оранжевые пятна. При этом оранжевый цвет мы с вами уведем посильнее в сторону красного цвета. И сделаем также оранжевый цвет более такой яркий, более полыхающий. Я думаю, что значения где-то, пожалуй, 70 будет достаточно. То же самое мы с вами и проделаем с желтым цветом. Кое-где у нас здесь он встречается. Мы его уведем посильнее в сторону оранжевых оттенков. И остановлюсь я на значении 47. Далее, друзья, зеленого цвета у нас здесь с вами нет. Поэтому его мы можем смело пропустить. Цвет морской волны сделаем более его синим. Перейдем в сторону синих оттенков. И остановлюсь я на значении 65. Плюс 65. Далее, друзья, давайте с вами фиолетовый и пурпурный раздвинем. Фиолетовый уберем влево в сторону синих оттенков на минус 70. А пурпурный смешаем с красным цветом. Уберем вправо. Да давайте полностью на плюс 100. Теперь мы с вами возвращаемся опять к насыщенности. Убираем красный цвет где-то примерно на минус 15. Насыщенность оранжевого я тоже слегка снижу. Ну, буквально где-то, наверное, на минус 13. Желтый давайте мы с вами сделаем посильнее на минус 53. Зеленый давайте уберем полностью в минус 100. И цвет морской волны, так называемый аквамарин, тоже слегка прижмем. Где-то примерно, как и синий, на минус 45. Фиолетовый цвет мы с вами убавим на минус 75. И вот наша фотография стала вот такая уже серенькая. С нее ушли все ненужные артефактные оттенки. И давайте посмотрим. Вот здесь, мне кажется, у нас есть пурпурный. Да, он тоже дает такую легкую грязь. Поэтому мы уведем его влево до исчезновения. Но чтобы цвет не потерялся. Остановлюсь я на значении 33. Далее, друзья, желтого хоть и мало, но он напрашивается здесь быть слегка посветлее. Поэтому я его повышу где-то на... Ну, думаю, что вот плюс 20 будет достаточно. Далее давайте посмотрим наш синий заборчик. И небо. За них отвечает синий цвет. Свет сделаем мы его потемнее. Ну, где-то, я думаю, что минус 15 будет достаточно. На этом, друзья, с цветом все. Давайте вернемся немного выше. Перейдем в кривую. И сначала выделим с вами кривую RGB. Это вот этот белый кружочек. И поработаем над светотеневым рисунком. То есть добавим контраста в наше изображение. Точку черного я двигаю вверх. Как видите, на значение где-то 35. У меня показывает. Теперь я беру соседнюю точку, которая у меня ознаменовалась входом 60. И теперь я ее тяну вот таким вот образом вниз. И остановлюсь на значении 60-40. Далее среднюю точку я слегка поднимаю вверх. Но не довожу до ее исходного значения. И оставляю на значение где-то 128 на 111. Далее я зафиксирую точку в средних светлых оттенках. Будет она у меня с координатами 198 на 189. А точку белого я немного опущу. Вот получается у меня вот такая вот кривая. Давайте посмотрим, что нам это дало. Нам это добавило контрастности. Продолжаем работать с кривой. Переходим в красный канал. Как мы знаем с вами, друзья, средняя точка находится в координате 128 на 128. Давайте мы выставим это значение. Теперь, друзья, берем в руки калькулятор. Делим 128 на 4. И получаем значение 32. Итак, друзья, точку черного мы с вами не трогаем. Она у нас получается 0. Следующее значение у нас должно быть 32. Давайте поймаем его. Вот у нас значение выставилось на 32. И теперь мы тянем кривую вниз и получаем значение 22. Итак, запоминаем. 32 на 22. Следующее у нас значение, как вы догадались, должно быть 64. Давайте мы его поймаем. Далее, друзья, мы теперь опускаем вниз на значение 50. Получаем координаты 64 на 50. Вот такая у нас математика, которая приведет к нужному и искомому для нас цвету. Следующая точка у нас, соответственно, 96. Давайте мы ее поймаем. И теперь выставляем значение 96 на 86. Вот, получили мы такую плавную кривую. И сейчас вы поймете, для чего мы это делали. Итак, друзья, значение точек координат, которые мы с вами выставили, вы сейчас видите на экране. И мы с вами переходим к следующему каналу, к зеленому. И будем делать с вами то же самое, но только кривую оставлять немного повыше. И у нас вход будет все в тех же точках, а выход будет чуть-чуть повыше. Тем самым мы будем отрабатывать с вами оттенки именно в нужных нам участках нашего светотеневого рисунка. Итак, фиксируем среднюю точку 128 на 128. Далее, друзья, выставляем с вами точки на значение 32. И как вы помните, мы в красном канале опускали значение на 22. Здесь мы с вами сделаем значение 24. Тем самым в наше изображение добавится немного фиолетовых оттенков, но все-таки аквамарин будет в нем превалировать. Итак, друзья, следующая точка у нас, соответственно, 64. И теперь мы ее опускаем вниз и выход выставляем 52. 64 на 52. И следующую точку выставляем координаты на 96 и 88. Далее переходим в синий канал. Вот здесь мы с вами будем делать точку черного, повышать ее. Тем самым в самые темные участки добавим красивых синих оттенков. Итак, самую нижнюю точку мы с вами повышаем до значения 10. Следующую точку мы ставим с вами на значение 32 на 32. Следующую точку мы ставим с вами на значение 64, 58. Очередную точку мы с вами ставим на значение 96, 92. И самая средняя точка, как вы помните, у нас должна быть 128 на 128. Далее, друзья, переходим с вами в самый низ. Давайте поставим удалить хроматическую аберрацию. Активировать коррекцию профиля. И теперь, друзья, давайте добавим с вами немного виньетки. Итак, значение я поставлю где-то, пожалуй, на минус 15. Центральную точку полностью введу влево. А округление, растушевку полностью введу вправо. Вот таким вот образом. Итак, друзья, как вы видите, на нашей фотографии есть небольшой шум. Давайте мы с вами поборемся. Для этого увеличиваем фотографию на 100%. Вообще, зимой это, конечно же, распространенное явление. Особенно, когда недостаточность освещения. Особенно, когда вы снимаете на кроп. У вас может получиться вот такой вот шум. Итак, давайте мы с вами значение шума яркостного уведем вправо. Где-то примерно на значение 25. Детализацию можно оставить или выставить на 12. Контрастность пусть будет 25. И, как мы видим, у нас на снегу есть такие какие-то синие, зеленые, красноватные пятна. За это у нас как раз отвечает уменьшение шума ползунок цвет. Давайте мы с вами уведем посильнее. Видите, как у нас исчезает лишний шум. Я сделаю даже, пожалуй, где-то вот так вот на 50. И детализацию также уведу влево. Где-то примерно на 15-16. Да, наверное, 15 будет достаточно. И после того, как мы поработали с шумом, у нас с вами фотография становится слишком такая замыленная. Поэтому в нее необходимо добавить резкости. И резкости я добавляю, пожалуй, где-то на значение 70. Таким образом мы с вами убрали шум и добавили резкости. Было. Стало. Видно невооруженным глазом. Итак, друзья, в нашей фотографии не хватает немножко атмосферки. И давайте мы добавим сюда цветокоррекции. Итак, мы переходим в значение цветокоррекции. Выставляем тень. Значение я вам предлагаю сделать 220. Мне такой цвет снега нравится больше всего. Это вот при увеличении насыщенности. Вы видите, какой оттенок дает. Но при этом саму насыщенность мы поставим совершенно немного. Где-то буквально на десяточку. Этого будет достаточно. Средние тона мы с вами пропустим. Иначе у нас снег будет просто некрасивый. Вот обратите внимание, как у нас меняется его оттенок. Поэтому средние мы с вами не трогаем. Переходим в цвета. И свет, я вам советую в таких случаях, тон ставить где-то примерно 40. И насыщенность можно делать посильнее, чтобы снег становился еле-еле заметно такой желтоватый. Но все-таки сохранял свою белизну. В моем случае где-то тон 40. И насыщенность при этом 20. После чего также, друзья, мы можем перейти в общую цветокоррекцию. Давайте мы с вами поставим значение где-то, наверное, 35. Это такой желто-оранжевый цвет. И при небольшом значении насыщенности у нас получается такой легкий, еле заметный такой коричневый оттенок. Я думаю, что буквально вот, ну, 5 будет достаточно. И, друзья, неважно, где вы находитесь, в тени или в светах. Вы всегда можете подвигать ползунок баланс, который ведет вашу фотографию либо в холод, либо в тепло. И можете здесь доработать еще значение. Я поставлю его плюс 6. Сделаю фотографию слегка потеплее. И вот, друзья, в принципе, мы фотографию с вами обработали. Давайте посмотрим, какая фотография была. Какая она стала. По-моему, очень даже неплохо. Мне такой цвет очень нравится. Еще раз напомню, это называется синий китайский цвет. На этом, друзья, все. Надеюсь, видео было вам полезным и понравилось. И не забывайте подписаться на канал, потому что впереди нас ждет очень много интересных и полезных уроков по обработке фотографий. Ну и кликните колокольчик, вам не сложно, а мне приятно. Меня это мотивирует на создание новых уроков и тьютов по обработке фотографий. А на этом, друзья, все. Не забывайте заглянуть в мой инстаграм-канал. Там вас ждет подарок. Набор пресетов Universal. Итак, с вами был Серджио и канал Art Photo Life. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok